что 800 метров осталось то до съезда автозаводское шоссе так мы здесь и пожалуй и поедем что тут сотрудник и на середине разделительный ходит держинск 12 километров показывает указатель мы туда и едем что тут у нас сказочный лес да действительно все так укрыто снежком и самое главное это все на рассвете ждем с нетерпением мы первых солнечных лучей но пока пока не видно дорожка здесь пустынная поэтому навигатор ты рисует что здесь будет быстрее и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, ну как вот такую красоту не снять, да? То, что такой туман поднимается, испарение от очередного химического завода. Да, мы на Луколе уже насмотрелись. Здесь, похоже, не меньше. Где же наше солнышко? Но только видно пока... На облаках искусственных... Вот оно как раз и появляется на самом горизонте. Ну что, идет у нас авареечка впереди. И... Пока едем по плану. Но уж там... Как получится, да. И коптит наше небо. Это завод Сибун. По выпуску пластиковой крошки. И губного Гавриловка показывает нам указатель налево. Я так понимаю, что это на мост. Новая речка у нас так и едет с нами. Нам-то тоже прямо. Да, и главное... Погнать-то здесь нигде нельзя. Сплошная. Что-то мне показалось, что он с открытым окном едет, что ли. Может, печка не работает. Эх, ё, совсем встает. Похоже, проблема с мотором. А может, и с коробкой. Встала, может, в аварийный режим. Поэтому и не едет. Да, дергает ее как-то... Как паралитика. Так. Ждем окошко. Окошка нет. И получается обойти. Ага. Ну вот сейчас вроде пауза возникла между встречкой и большая. Думаю, должно нам хватить этого. Нет. Быстро идет встречка. Так и придется километр... В полтора километра осталось нам до поворота направо. Так мы и будем, наверное, за ним ехать дорога. Не обгонная. Солнышко. Солнышко у нас на фоне дымящихся труб. Все, выключил аварийку. Прогрелась, наверное, ходовая. И мы поехали быстрее. Так, а здесь мы через город. Он нас не ведет. Он предлагает сейчас повернуть на светофоре направо. И пойти уже как бы тоже объездной. Куда она? Она, наверное, так и получается. Держится-ка объездная. 55-75 Газпром. ДТ-Опти. Вот интересно. Наша полоса наполовину занесенная. Нам приходится выезжать навстречу. А если вот навстречу не захочет нам уступать дорогу, и мы тюкнемся. И по правилам получается у нас помеха. То есть дорожные условия. И мы вышли навстречу. Интересный ребус. Кто прав, кто виноват будет. Справа елки. Слева гаражи. А за гаражами у нас хрущевочки. Пятиэтажечки стоят. И дошли мы с вами до кругового движения, на которое мы бы с вами также и попали, если бы вышли по трассе М7 с московского шоссе. Если бы сюда завернули на Держинск, то как раз на этот круг мы бы и попали. Да, быстро-то не получается, конечно, на круг зайти скользко. С одной стороны красиво. Сосны. Укрытые снегом. Такая сказочная новогодняя картинка. С Новым Годом, Держинск. Да, кстати, друзья, я пользуюсь случаем. Передаю привет всем своим подписчикам из этого города. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом, Рождеством. И желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения и всего самого наилучшего. Так, а впереди у нас встает левый поворот. Вот эти вот повороты, они опасны тем, что сзади ребята набегают. А дорога-то здесь действительно называется Заревская объездная дорога. Осталось нам 4,5 километра и прибытие в 9,05. То есть, все мы рассчитали верно. Идем с запасом в один час. А это самое главное, прийти без опоздания, чтобы попасть в свое окно. Да, давненько у нас таких морозов не было. Рождественских. Но я надеюсь, что скоро все отпустит. И жизнь пойдет своим чередом. Зима, белый снег, солнышко. Все хорошо, но только не такие низкие температуры. Через 150 метров мы повернем на улицу Красноармейскую. Здесь на светофоре успеваем, успеваем. 12 секунд. Церковь. Серафима. Не вижу, закрылся. У меня тут указателем подсказчик. Зависли мы на повороте, хотя мы уже давно повернули. Ну давай, интернет повис. Серафимовская, по-моему, церковь. Поэтому, если ее сейчас указатель с планшета подвинется немножко. Нет, висим мы все на том же перекрестке. Да, так и правильно. Серафимовская церковь, которую мы проезжали. Рядом большая новостройка. Пока здесь заброшенные какие-то дома. Плюс еще, а, кстати, жилые даже. Магазина к сону. Сейчас бы еще свой поворот не проехать, а то с этими затормаживаниями непонятно долго. Пишет 800 метров. Сейчас база на светофоре напишет. Ты уже должен повернуть. Часто тут стоят светофоры. Все из-за того, что перекрестки рядом. Там есть у нас указатель. Что такое? Бат, светофор погасли. Интересно. Указатель, что улица Проспект Свердлово у нас прямо еще 600 метров осталось до него. И 630 же метров, мне пишет, осталось до... А, интересно, эти светофоры работают, а эти не работают. Это класс. И сейчас там загорится зеленый, а здесь ничего не будет гореть. И вот тебе, пожалуйста, будет авария. Надо смотреть внимательно в этих случаях. Даже бывали случаи, когда зеленый загорался во всех направлениях. Так, нам там хватит места за железной дорогой-то. Может не хватить. Ага, но светофор зажегся. Значит протянут сейчас вперед. 5 секунд. Проходим. Ну вот мы уже и на проспекте сверху. Пешеходы это святое. Какой полицейский положили тут. На нем сейчас скакнешь. Не забудешь, что здесь пешеход. Как разрисовали кутушнички или наклейку наклеили на борта. Старый ветхий фонд. Но люди живут. Я смотрю, дымок идет из труб. Хотя нет, не видно. А это, наверное, вытяжки там, скорее всего, газом отапливаются, колонками. Там двухэтажные дома. Уже новостройки. То же самое, как у нас. Деревня крутая. И тут что-то похожее. Так, 310 метров. Вот она, по-моему, у нас сладкая жизнь. Да, только не проскочить бы, где у них заезд. Так, показывает, что здесь. Да, машина тоже впереди. Как раз сюда же и повернула. Мы, получается... Мы приехали уже? Мы приехали уже. Хорошо, что здесь еще вот есть место, где разъехаться можно. Так фургонами можно цепануть. Ну что, небольшая прогулка у нас по Дзержинску, я думаю, получилась. Тем более, еще и как раз на рассвете, в солнечных лучах. Сейчас я пойду оформлю пропуск. Узнаю, сюда ли я приехал или не сюда. Но, скорее всего, сюда. Хотя мы еще висим на повороте по Яндекс.Навигатору. Пойду оформляться. Ну а дальше, друзья, все самое интересное. Так что не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok